И ведь не зря, ой не зря, сейчас в людях убивают веру в альткоины. Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди. Не секрет, что многие сейчас испытывают разочарование в альткоинах. И даже если к доллару такие люди подняли неплохие проценты, то по отношению к биткоину большинство альткоинов демонстрируют весьма грустные результаты. Некоторых холдеров эти результаты настолько потрясли, что они покидают рынок альткоинов, фиксируют убыток, либо же переходят в биткоин. И мне почему-то это настроение напоминает то, что мы уже видели в этот период, когда биткоин обвалили с 6 до 3 тысяч долларов. Тогда также люди разочаровывались и в биткоине. И все мы знаем, что произошло потом. Видимо кому-то нужно, чтобы все потеряли веру в альткоины, как это произошло и с биткоином. Однако говоря в недавних видео, что мы, криптосектанты, парни крепкие и устойчивые к испугу, фаду и фома, я ошибся. Ведь даже такие, казалось бы, криптомаксималисты, как Сани Дикри, не выдержали. Я сам привил себе привычку отказаться от ежедневной проверки состояния альткоинов на своем телефоне. Но видимо Сани этого не сделал. Он продал весь свой альткоиновский портфель и на данный момент находится целиком и полностью в биткоине. Почему он это сделал? Пускай объяснит сам. Ссылка на оригинал, как обычно, будет в описании. Кстати, вот что бывает, когда не занимаешься популизмом. Но на протяжении всего видеоролика проскальзывает очень большое разочарование. Кстати, речь будет идти и о Троне, так что если у вас есть эта криптовалюта или вы следите за ней, вам тоже будет интересно посмотреть этот ролик. Ну а теперь заставка. Богатейший Дии. Это все, на что у меня хватило денег. Ну давайте смотреть контент. Я продал все. Под всем я имею ввиду свой портфель альткоинов. На данный момент все мои вложения это биткоин, при том, что я не являюсь биткоин-максималистом на все 100%. И в этом видео я объясню вам, почему я это сделал. Уже давно не секрет, что доминирование биткоина растет. По факту оно находится на тех же уровнях, что и в декабре 2017 года. Поэтому пропущу ли я сезон альткоинов? Скорее всего нет. Потому что деньги потекут в альткоины тогда, когда толпа будет здесь. Но вот толпы все еще нет. Лично я не верю, что сезон альткоинов начнется прежде, чем биткоин достигнет своих исторических пиков. Это лишь одна причина, по которой я проснулся в 2 часа ночи, встал, включил компьютер и продал все альткоины. Честно говоря, я и спать-то не мог, постоянно проверяя свой телефон и читая твиттер. В твиттере я и нашел этот пост, и я не мог поверить в то, что я вообще это читал. Виталик предлагает хранить информацию блокчейна эфириума на биткоин кэш. По-моему, ужасная идея. Никто не использует биткэш, и учитывая то, что он майнится так же, как и биткоин, биткэш очень подвержен атакам 51%. Ребята, тут речь идет о том, что Виталик придумал новый способ масштабировать эфириум. Очень странный способ. Соснователь эфириума предложил использовать блокчейн биткоин кэша в качестве временного решения для масштабируемости сети эфириума. Такое решение он предлагает использовать до запуска эфириума 2.0 в 2020 году. И тогда я подумал, а может это шутка? Не может же это быть правдой? С какого перепуга Виталику переспечило хранить что-либо на биткоин кэше? Но вы можете прочесть эту статью, которую Виталик написал собственноручно. Я нашел этот пост и оставлю ссылку на него в описании, чтобы вы могли изучить его на досуге. В общем-то, уже почти в самом начале, после описания некоторых условий для масштабируемого эфириума 2.0, который, возможно, выйдет в 2020 году, Виталик уточняет, что биткоин кэш идеально удовлетворяет эти условия. В общем-то, это вторая причина, по которой Саня и продал остатки своих эфиров. Первый раз он продавал часть эфириума, когда шумела популярная игра CryptoKitties, из-за которой транзакции в сети эфириума достигали нереальных комиссий до 6 долларов за одну транзакцию. Он сильно разочаровался тогда в эфириуме, и, видимо, то, что возможный эфириум 2.0 все еще в разработке, и будет запущен только через год, переполнило чашу его терпения. Помнится, в каких-то видео я говорил, что на рынке нужно быть терпеливым. А сейчас он говорит, что они будут временно использовать биткэш, чтобы хранить там информацию, какие-то снэпшоты со своего блокчейна. Меня не особо волнуют технические стороны вопроса, но что меня точно беспокоит, это череда проектов, которые только обещают, но никак не реализуют. Я не говорю, что их никогда не реализуют, и не поймите меня неправильно. Я не настолько биткоин-максималист, чтобы не видеть места для смарт-контрактных платформ или криптовалют чисто для платежей. Я не говорю, что только биткоин выживет, и все будет сделано на биткоине. Но из-за того, что написал Виталик, я больше, чем просто разочарован. Особенно в эфириуме я переживаю разочарование во второй раз, и это как удар в лицо. Как инвестору мне просто больно это читать, поэтому я решил продать все. Все свои альткоины. Ребята, это еще не все. Теперь послушайте очередную точку зрения о Троне, ведь это то, ради чего я и веду канал. Я хочу показать вам не только свою позицию, но и различные точки зрения о тех или иных криптовалютах. Кстати, именно поэтому завтра, скорее всего, опубликую очень непопулярный прогноз на биткоин, который, наверное, задизлайкают. Но для альтернативы я должен его показать, поэтому жду вас в 20.00, как обычно, и подпишитесь на канал обязательно, чтобы его не пропустить. А теперь про Трон. Согласно последней информации, общее количество аккаунтов Трона перевалило за 3,3 миллиона. Этот твит о преодолении исторического пика количества пользователей Джастин Сан вещает своей аудитории, тоже пользователей сети Трона, а их почти полтора миллиона. Но при этом пост получает всего 200 лайков, 60 репостов и 35 комментариев за сутки. Так что же, получается, генеральный директор Трона рисует и накручивает статистику в социальных сетях, обманывая и преуменьшая достижения других людей, которые тяжко трудятся над своими соцсетями, типа меня. Как по мне, это совершенно нелегитимно. Лично для меня Джастин Сан уже обманщик. Если ты накручиваешь трафик в соцсетях, то ты скамер. И это еще не все. То, что вы видите сейчас, это статья о тестах битторрента, вокруг которого было много хайпа. Типа загрузки быстрее, можно зарабатывать криптовалюту на раздаче и так далее. Идея звучала хорошо. И вот теперь мы видим, как пользователь протестировал это все. И теперь мы точно понимаем, что это за битторрент и с чем его едят. Вот, к примеру, результаты двух загрузок. Первая без активированной функции спид, а вторая с активированной. Разница всего 9 секунд. Круто, это точно стоит миллиарда долларов, потраченных на проект. Исходя из этого небольшого расследования, становится понятным, что что-то работает не так, либо было просто слишком много маркетинга. Я понимаю эмоции Сани, но он зря им подается. Рынок не любит эмоций. Рынок любит терпение. И что-то мне подсказывает, что Сани еще пожалеет о своем спонтанном, а это действительно спонтанное решение, проснуться посреди ночи и продать весь свой портфель, кроме биткоина. Знаете, когда я просыпаюсь посреди ночи и совершаю какой-либо резкий необдубанный поступок, я потом о нем жалею. И так всегда. И ведь не зря, ой, не зря, сейчас в людях убивают веру в альткоины. Кстати, ссылку на это исследование из видео Сани я оставлю в описании. Оно достаточно интересно. А я вам скажу вот что. Доминирование биткоина растет не потому, что люди не понимают, что делают. Оно растет, потому что институционалы приходят на рынок и инвестируют в биткоин. А люди начинают понимать, что их альткоины просто мусор и продают их за биткоины. Если не верите мне, поверьте цифрам. Вот такие пироги, ребята. Есть, конечно, моменты, в которых я согласен с Сани. Особенно в том, что многие проекты больше пиарятся, чем занимаются делом. И это точно сказано о троне. Что касается моих альткоинов, монеты или токены проектов, в которые я верю, которые изучаю очень детально, за которыми слежу тщательно, включая и команды разработчиков, и инсайдеров из этих проектов, и закрытую платную аналитику, я никак не могу продать, пока не достигну своих конкретных целей по этим монетам. Ведь это три правила рынка. Быть терпеливым, не поддаваться эмоциям, и ставить конкретные цели. Собственно, на этом всё. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!